Приговоры отменены. В принципе, в этом мы и не сомневались, я думаю. Это было, наверное, еще заранее уже понятно по всем материалам, которые есть, по всем доказательствам, которые имелись, было понятно, что приговоры отменены. Иного решения мы не ждали, в принципе. Но переживал все равно? Переживал, несомненно. Я, в принципе, четвертый раз в суде, но все равно переживаю, как будто я впервые не здесь. Что вот первого сейчас хочется уже сделать? Патя, ты уже... Ой, хотелось бы, конечно, все это забыть, все, что произошло, но дальше нам нужно заниматься реабилитацией и получением компенсации. А верится вообще, что все это закончилось уже точно, что вы знаете? Ну, наверное, закончилось только сама юридическая составляющая, дальше будет процесс, потом дальше будет принимать уже участие и добиваться компенсации, реабилитации. Ну, дыша как-то полегчало? Да, полегчало. Сто процентов намного легче стало. Ну, с меня сняли полностью судимость. Теперь, наверное, я свободный человек полностью. На меня нет никаких ограничений. Задержались. Были ли какие-то частные определения в сторону каких-то... Да, было вынесено три частных определения в адрес начальника ГУ МВД РФ по Саратовской области, в адрес прокурора Саратовской области и в адрес руководителя Следственного комитета Саратовской области. В плане чего они как-то сказали? В плане выявленных нарушений законодательства должностными лицами, которые участвовали в предварительном следствии. Как и ожидали, все дело... Да, как и ожидали, по большому счету, наши требования и требования прокурора Ленинского района были удовольствием. Сейчас к жене, спокойно, все. Сейчас, да, я к своей семье обрадовать их о том, что наконец-то с меня сняли все ограничения. Произошла отмена приговора. Это самое важное, наверное, сейчас. Отлично. Все, Юр? Да. Можно попросить вас немножко еще постоять? Кто-нибудь из участников вообще извинения приносил? Да, это был, наверное, единственный человек, который принес извинения в суде, если я не ошибаюсь, прокурор Черкасов. Он, ну, как довольно-таки так с грустью в глазах, можно если так выразиться, он произвел свои извинения, сказал, что он очень сожалеет о том, что произошла такая ошибка, о том, что это вообще в принципе произошло. Ну, ты, так сказать, преподнес свои извинения.